Стрельба в холле железнодорожного вокзала Харькова не на шутку напугала жителей и гостей города. Поссорившись с группой людей в камуфляже, молодой человек вытащил травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Впоследствии выяснилось, конфликт возник между следователем райотдела милиции Игорем Черкашиным и общественными активистами, которые патрулировали вокзал. По словам последних, они остановили подозрительного на их взгляд мужчину в сопровождении двух женщин, чтобы проверить документы. Тот же якобы сначала ударил одного из молодых людей и только потом показал удостоверение. Активисты решили задержать обидчика, завязалась драка, а потом раздался и выстрел. Как объясняют в милиции, на этот шаг следователь пошел, чтобы охладить пыл оппонентов. 23-летний следователь Октябрьского райотдела вместе с женой провожали знакомую к поезду. Следователь, восприняв действие и высказывание другой стороны как опасное для жизни и здоровья, и чтобы прекратить инцидент, один раз выстрелил в воздухе спецсредство для отстрела резиновых пуль ВИИ. В то же время активисты утверждают, выстрелов раздалось несколько, и некоторые из них якобы были направлены в их сторону. Так или иначе, обошлось без пострадавших, если не учитывать царапины ушибов, полученных ребятами во время драки. Но конфликт на этом не исчерпался. Активистов возмутил тот факт, что правоохранители, которые приехали разнимать хулиганов, не стали составлять протокол на месте. В итоге в райотдел поехали все. Там и выяснилось, что так называемые патрульные – представители общественной организации «Союз спортивных болельщиков-харьковчане». Так что они не имели никакого права даже останавливать милиционера. В общественных организациях и членов нет полномочий как таковых, как задерживать кого-то, проверять документы, осуществлять какое-либо патрулирование. За исключением случаев, когда они делают это совместно с МВД. И то, в этом случае у них просто полномочия наблюдателей. Следовательно, активисты имеют такие же права, что и другие граждане. И могут осуществлять только гражданский арест. Исключительно в том случае, когда преступление очевидно. Хотя футбольные фанаты вопросами законности своих действий не слишком обеспокоены. Харьковчанам они хорошо известны своей борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Выливается это обычно в погромы аптек и изъятие мака с продовольственных складов. Так или иначе, давать оценку как действиям активистов, так и реакции милиционера – это дело правоохранительных органов. Пока в областном главке МВД открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». МВД «Хулиганство».